Я умру для мира Сегодня, дорогие друзья, люди стремятся свершать благие, добрые дела. И не только на Западе, но и у нас в России все больше появляется так называемых филантропических, не путать с филаталистическими благотворительных обществ, свершаются акции «Милосердие», «День ребенка», «День матери», «Поздравляем ветеранов». Все эти свершения тотчас попадают в виртуальное пространство, что, наверное, неплохо для отчета, для Фейсбука, ставятся галочки. Иногда на доску почета вешают чемпионов благотворительности. И это, конечно, хорошо. Ведь в свое время, в двадцатые страшные годы Красного Церрора, церковь, изгнанная из общества, была связана по рукам и ногам. Ей даже отказали в роли сестры милосердия. И людей в то кровавое время отучали делать добро под страхом смерти. Вспомним изречение известного пролетарского писателя. Человек-то звучит гордо, а жалость будто бы унижает человека. Сейчас другие времена. Однако признаться должно не без чревоточинки. Все эти мероприятия, связанные с делами милосердия. Почему? Потому что тотчас они становятся известными окружающим. Иногда напрашивается такая мысль. А не ради ли публичности, не как рекламная ли акция проводятся эти посещения детских домов с подарками? Повторяю, я не в малой мере не осуждаю, сам участвую в таких мероприятиях. Но Бог, как известно, смотрит не на внешние жесты. Ему не самые дела наши нужны, но наше сердце. Сын мой, дай мне сердце твое. Так обращается Господь к каждому христианину. Вот почему, наверное, самое высокое перед Богом – это тайная благотворительность. Когда человек не жаждет быть известным, прославленным, замеченным. Когда он творит добро по внутреннему сердечному побуждению. Когда его душой владеет стихия сострадания, сопереживания, сочувствия. Когда он не может не сделать доброе дело, подвигаемое к свершению его божественной благодати. И свершает он это в конечном счете ради самого добра и ради источника добра Бога Живого. Вот почему сегодня мы, раскрывая по обычаю наш Акафист, Иисусу Сладчайшему, обратим особое внимание на следующую молитву. Иисусе Боже, пребывая в милости. Бог всегда пребывает, всегда постоянен в милосердии. Он источник добра и милосердия. Он есть любовь, преизливающаяся. И так как Христос именуется человеколюбцем, Он и пришел-то в этот сумрачный и жестокий мир. Бог стал человеком, оставшись Богом. Для того, чтобы всех помиловать, исцелить, уврачевать, собрать под свое крылышко в лоне Матери Церкви. И мы с вами будем тебе обращать внимание именно на помыслы, на расположение души, на то, что движет нами в глубинах нашего сердца. И тогда, конечно, вдруг запляшут облака, тогда светлым станет этот мир, потому что все внешние, все акции, все мероприятия, недели и месячники милосердия будут обнаружением жажды умножать на земле добро и любовь. И не так уж важно станет, попаду или не попаду я в виртуальную сеть, узнают или не узнают о моих благих делах. Лучше бы не узнали, потому что там, где все мы встретимся, на страшном суде Господнем, дела, свершенные в тайне, подобно тому, как их творил, скажем, святитель-чудотворец Николай. И вы помните, глубокой ночью, подойдя к дому, где в нищете умирали три девушки, отец уже готов был буквально продать их в рабство, он кинул, оставшись неизвестным, узелок с золотыми монетами в открытое окошко и тотчас удалился. Вот образ христианской благотворительности, которая там, на страшном суде, явлена будет всей Вселенной. Однако награду ожидать христианину за его умно сделанное добро нужно не только там, за гробом, хотя, конечно, милостынье избавляет от суда, милующий, дарящий, дающий, спасает свою душу, приготовляет себя к вечному соцартованию со Христом. Но, повторяю, уже в этой земной жизни христианин, любящий добро, и стремящийся каждый день выполнить хотя бы одну из евангельских заповедей милосердия, получает удивительную, ни с чем не сравнимую, непостижимую и неведомую людям награду. В чем она? Какова она? Она заключается ни в чем ином, как во внутреннем изменении нашей души. Человек, который творит христианское добро, проявляет жертвенную любовь, милует людей, может быть уверен, нет такой злой страсти, дурной привычки, душевного недуга, порочного навыка, которые было бы ему не дано преодолеть, если он, желая обрести нравственную свободу, вот с этим-то самым намерением, служит пожилым людям, посещает больных, поддерживает слабых, словом, умножает в этом мире красоту, добро и любовь. Господь, видя усилие этого доброхота, услышит его молитву, «Господи, избавь меня от курения, от нечистых помыслов, от раздражительности, от гордости и тщеславия, от мнительности и обидчивости, объедения, вот винопитие, как страсти, которая может покалечить нашу жизнь и наших близких, и прикоснется, невидимо, своим перстом к сердцу такого человека, и тот, не без удивления, вдруг заметит, что многолетний порочный навык, буквально связавший по рукам и ногам этого христианина, ослабевает, а иногда и совершенно отходит ради милосердия, доброго поступка, а главное – желание постоянно быть рядом и помогать людям, нуждающимся в нашей помощи. Скажу еще нечто, потому что всякое добро Христа ради свершаемое награждается Господом уже в этой жизни сокровищем, которому нет цены. Это благодать Духа Святого. Да, Духом Святым очищаются сердца от страстей, но есть еще и дары Святого Духа, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, Дух страха Божия. Или вспомните, как о духовных дарах говорит апостол Павел, плод духовный есть любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кто же откажется от подобного сокровища? Самые имена этих добродетелей ласкают слух и радуют сердце. Речь идет не о названии только, но о произрастаниях, нежных колосках, которые поднимаются в глубинах души, врастают из сердечной почвы, когда Божья благодать прикасаются к нашим помыслам. И эти добродетели, мир, радость, любовь, смирение, чистота, долготерпение, премудрость, подобны ангелам, которые, взявшись за руки, свершают какой-то таинственный хоровод на лужайке человеческой души. Так что и верится, и плачется легко-легко, говоря словами поэта, тому, кто идет с тезей евангельского добра не ради тщеславия, не ради гордости, не ради земной славы, не ради известности, не ради рекламных акций, но только потому, что мы имеем шанс приблизиться к живому Богу, стать родными, близкими ему существами, стать его рабами, его друзьями, его тружениками, ибо через нас в этом мире действует божественная благодать. Иисусе, пребывая в милости, обратим внимание на то, что Господь не изменен в своем слове. В отличие от нас, грешных, Он не применяет, не меняет своего расположения, но всегда милует, щедрит и дает. Это для нас очень важные слова, потому что у нас то густо, то пусто, то мы исполнены воодушевления служить людям, то, обидевшись на всех и вся вокруг себя, замыкаемся в себе, не трогайте меня, моя рубашка ближе к телу, моя хата с краю, что вам всем от меня нужно, я от всех устал, как премудрый пескарь, буду шевелить усами, спрячусь в своей норке и прочее и прочее. Нет, взявшись за гуш, не говори, что не дюж. И каждый из нас от молодых ногтей до старости должен усовершаться в любви. То, что ты не успел делать вчера, должен сделать сегодня. То, что тебе не удалось воплотить в жизнь в прошлом году, осуществи с Божьей помощью в этом. И таким образом мы, по слову преподобного Серафима Саровского, должны быть все светлее, 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 пока не превратимся в совершенно солнышко божественной благодатью. Дай Бог нам пребывать, быть постоянными в милосердии и таким образом всегда находиться пред лицем Небесного Отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова